Всем привет! Очень долго не было видео, и на то были причины, связанные с моей работой. Увы, эта зараза не оставляет мне времени на YouTube и ответы на ваши вопросы. За это время скопилось множество приятных для меня комментариев, и я искренне вам благодарен за них, так как они очень мне поднимают настроение и мотивируют. В течении пары дней я постараюсь ответить на все ваши вопросы из комментариев на YouTube и в личке ВКонтакте. Вы находитесь на канале Минерус, с вами я, Мишаня, и сегодня я дам ответ на вопрос, который очень часто мне задают. Как записать одну и ту же аварию под разными ракурсами? Приятного аппетита тем, кто ест. Приятного просмотра. Погнали! Итак, что нам потребуется? Сама игра BIMNG Drive, программа для записи видео с экрана, например, фрав с бандикам и так далее, и немного времени. Я для записи использую GeForce Experience, стандартная программа от NVIDIA. Запускаем игру и начинаем. На самом деле, всё очень просто и легко. Запустили карту, и теперь нам необходимо добавить внутриигровое приложение, которое записывает и сохраняет реплеи. Для этого нажимаем Escape. Далее находим вкладку «Настройки приложения интерфейса» и нажимаем «Добавить». Среди этого большого выбора приложений находим «Повтор». Оно и запишет все наши действия. Однако оно сохраняет все видео в формате, который воспроизводится только игрой BIMNG Drive. Поэтому нам и потребуется программа для записи видео с экрана. После того, как мы разместили наше приложение в удобном нам месте, мы нажимаем красную кнопку. Это начало записи. И начинаем кататься, делать трюки или создаём аварийную ситуацию. Как только вы решите, что трюк завершён, ещё раз жмём по красной кнопке, но уже квадратной. Запись останавливается и сразу же воспроизводится. Управление становится недоступным, однако вы можете включить свободную камеру, поменять вид камеры, замедлить или ускорить время. А если было добавлено несколько машин, то вы можете переключиться на другую и посмотреть на всё происходящее от лица второго автомобиля. Для того, чтобы интерфейс не мешал нам, мы просто нажимаем комбинацию клавиш Alt плюс U, русская G. И вот теперь мы можем включить запись экрана и снимать происходящее так, как вам удобно. После того, как реплей закончится, игра автоматически встанет на паузу, которую вы можете снять нажатием клавиши J, русская O, и запись включится заново. Также, перетаскивая ползунок приложения, вы можете найти необходимый вам кадр реплея. Если во время воспроизведения реплея нажать на белый квадратик приложения, то игра выключит реплей. И вы вернётесь на то место и в то состояние, как закончили запись, и сможете продолжить игру. Данное приложение всегда сохраняет ваши реплеи, и вы можете всегда к ним вернуться, даже через пару дней. Для этого нажимаем на иконку в виде папки, и у вас открывается список всех реплеев с указанной датой записи и карты, на которой была сделана запись. Нажав на кнопку воспроизвести, игра запустит реплей. Записи занимают немного места, так как это не видео, а запись в положении автомобиля, его состояние и характеристики, а также маршрут. Всё это сохраняется в программном коде, поэтому эти реплеи нельзя воспроизвести через другие программы. Но плюс в том, что даже часовой реплей не дамёт много места. Вот и всё. Как вы видите, всё не так сложно, ещё один решённый вопрос отправляется в копилочку. Если это видео вам хоть немного помогло, то я очень рад. На канале до 5000 подписчиков не хватает совсем немного, так что если вам не сложно, то подпишитесь, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, задавайте вопросы, я постараюсь на всё ответить. А вам отличного настроения, приятной игры и всего самого наилучшего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok